Целью технологии животноводства должно быть получение наиболее дешевой, но высококачественной продукции в максимально возможном количестве. Достижение этой цели возможно при использовании различных методов работ и производственных процессов, составляющих основу животноводческого производства, и включают в себя следующие вопросы. Создание особой системы по племенной и селекционной работе с целью получения животных, которые максимально отвечают современным задачам животноводства. Системы воспроизводства, которые позволило бы добиться высокого уровня продуктивности. Научный подбор системы производства и приготовления кормов и полноценное интенсивное кормление животных. Содержание сельскохозяйственных животных с учетом направления животноводства и времени года. Профилактические ветеринарно-санитарные мероприятия. Подбор комплекса оборудования и машин, их использование. Система первичной обработки животноводческой продукции для ее подготовки к хранению и дальнейшей транспортировке. Во всех технологиях с участием животных объектом технологических процессов являются сами животные, живые организмы. Для организации их нормальной жизнедеятельности необходимы определенные условия содержания. Вы уже знаете, что все живые организмы тесно связаны с окружающей средой, из которой они получают вещества, необходимые для жизни. Дикие животные получают все из природной среды. А домашних животных человек взял на себя обязанность обеспечивать им необходимые условия существования. У каждого вида животных свои требования к условиям содержания. Северные олени живут на открытом воздухе. Коровам зимой нужна теплая ферма. Лошадям – конюшня. Помещения для животных должны быть удобны и для людей, которые там работают. На многие вопросы отвечает зоогигиена – наука, изучающая влияние на организм различных факторов среды – атмосферы, климата, почвы, состава воды. Для специалистов, ухаживающих за животными, должны быть созданы комфортные и безопасные условия труда, соответствующие требованиям эргономики. Формирование комплекса помещений и обеспечение соответствия их всем требованиям, предъявляемым к условиям содержания животных и механизации процессов животноводческого производства, позволяет получать наибольшую отдачу от животных и более качественную продукцию. Одно из первых условий – определение размеров помещений для животных. Для каждого вида животных существуют нормы площади и объема помещений. Например, на одну корову необходимо выделять 4-5 квадратных метров площади, а для телят в возрасте 6-12 месяцев – 2,5 квадратных метра. Оборудование помещений зависит от технологии содержания животных. Например, на птицефабриках для содержания цыплят-бройлеров, которых выращивают на мясо, оборудуют сетчатый пол, а для содержания кур-несушек – клеточные батареи. При установке оборудования нужно учитывать не только биологические особенности, но также учитывают возраст, физиологию животных, удобство обслуживания и кормления. Например, на свиноводческих фермах животные при кормлении находятся в небольших индивидуальных станках, ограничивающих движение. Станки для содержания свиней с новорожденными поросятами устроены так, чтобы свинья могла свободно кормить поросят молоком, но не могла задавить при неосторожном движении. Загоны предназначены для содержания уже самостоятельно питающихся поросят и обеспечения их активного движения. Способы содержания животных зависят от климата, количества имеющихся животных и потребностей животных. Например, молочных коров можно содержать на привязи в отдельных стойлах или без привязи, свободно перемещающихся в помещении. Коров можно содержать в помещении круглый год, а можно использовать комбинированный способ содержания – летом на пастбище, а зимой в помещении. Обеспечение микроклимата в помещении достигается с помощью специального оборудования. Микроклимат помещения включает в себя поддержание частоты воздуха, необходимой температуры и освещенности. Например, цыпляты разного возраста должны содержаться при разной температуре. Для кур комфортная температура плюс 15 градусов Цельсия. Все показатели микроклимата необходимо контролировать и регулировать на каждой ферме. Освещенность также имеет большое значение для содержания животных. Особенно сильно освещенность влияет на организм кур, поэтому птицефабрики освещаются искусственно. Режим освещенности регулируется автоматически с помощью компьютерных программ. Продолжительность дня и ночи зависит от возраста цыплят. В первую неделю помещение освещают почти круглосуточно, потом постепенно освещенность уменьшают до 9 часов. При слишком продолжительном световом дне незакончивший рост курочки начинают преждевременно нестись, а яйца получаются слишком мелкие. Несушек старше 18 недель переводят на особый световой режим, который способствует яйценоскости. Биологи выяснили, что нестись куры начинают при продолжительном световом дне, причем на них действует не продолжительность дня, а его постепенное нарастание. Поэтому на птицефабриках искусственно создают зиму и лето. Состав воздуха регулируют с помощью вентиляции. Обычно в помещениях для животных устраивают приточно-вытяжную вентиляцию или специальные воздуховоды с принудительной вентиляцией. Температуру воздуха в холодное время года поддерживают специальные обогреватели. На современных фермах содержатся тысячи животных, за которыми необходимо убирать отходы жизнедеятельности – навоз, птичий помет. Это также важная часть создания благоприятных условий для выращивания животных. Для решения этой задачи выполняется несколько технологических процессов. Уборка навоза и помета из местонахождения животных. Удаление отходов из помещения. Хранение и использование отходов. На современных птицефабриках и фермах уборка автоматизирована. В содержание животных входит и уход за животными. Уход за животными на фермах включает очистку их кожи от загрязнений, обработку копыт у лошадей и коров. Для этого используются самые различные технологические процессы – от автоматической чистки кожи коров на роботизированных фермах до чистки обычными щетками. Все технологии преобразования животных организмов для удовлетворения потребностей человека включают четыре основных элемента – содержание, кормление, размножение и ветеринарную защиту животных. Совокупность способов и приемов составляет технологию производства животноводческой продукции.